В Московском Новоспасском мужском монастыре прошли памятные мероприятия, приуроченные к 119-й годовщине со дня трагической гибели в результате террористического акта Великого князя Сергия Александровича Романова. Панихиду совершил наместник обители митрополит Воскресенский Григорий. Наш московский корреспондент Галина Ледвина расскажет подробнее о событии. Великий князь Сергей Александрович нашел упокоение в Новоспасской обители. Здесь же был воссоздан крест-памятник великому князю. Он повторяет поклонный крест, установленный в 1905 году в Кремле, на месте, где Сергей Александрович был убит террористом. Уничтоженный в советское время, крест был восстановлен в 2017 году. В день памяти великого князя в монастыре к памятнику митрополитам Воскресенским Григорием были возложены цветы. Великому князю Сергею Господь даупокоит его в своих небесных селениях, простит все грехи его, вольный и невольный, дарует ему небесное свое царство. Участие в церемонии приняли председатель императорского православного палестинского общества Сергей Вадимович Степашин и Анна Витальевна Громова, глава фонда Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Наша молитва сегодня сопряжена с особой благодарностью к этому человеку, к великому князю Сергию Александровичу, потому что он запомнился как добрый православный христианин, как тот человек, который жил согласно евангельским заповедям, который осуществлял в своей жизни много добрых дел, помогая ближним. Он был благотворителем. Сейчас, во время панихиды, мы будем поминать не только великого князя Сергия Александровича, но и раба Божия Андрея, извозчика, который погиб вместе с ним. В надвратном храме Преводобного Сергия Радонежского за богослужение молились многочисленные гости, прибывшие почтить память великого князя, государственного и общественного деятеля, патриота Отечества, человека глубокой веры и благочестия. Великий князь Сергей Александрович был инициатором создания и первым председателем ИППО. В неполном перечне его дел на этом посту – открытие в Палестине восьми подворья русской церкви, ста школ, где арабских детей обучали русскому языку и знакомили с православием. Был построен храм Марии Магдалины. Благодаря императорскому палестинскому обществу сотни тысяч русских паломников смогли посетить Святую Землю. Дело великого князя живо и сегодня. Для меня лично он первый руководитель императорского православного палестинского общества, которому я руководил уже 17 лет, и мы продолжаем его традиции, о чем я сейчас уже сказал. Это гуманитарная помощь, в том числе Святой Земле, особенно сейчас, когда она святой превратилась в кровавую, к сожалению. Мы сейчас оказываем огромную помощь нашим воинам, которые отставят единство нашей страны. Оказываем помощь их семьям, тот, чем занимался и Сергей Александрович, и Елизавета Федоровна. Великий князь Сергей Александрович – четвертый сын императора Александра II и муж Святой Преподобной Мученицы Великой Княгини Елисаветы Федоровны. Благотворительной просветительской и миссионерской деятельности этих выдающихся представителей императорского дома Романовых особое внимание уделяет фонд Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество. Глава фонда напомнил о заслугах Сергея Александровича на посту генерал-губернатора Москвы. Хватите взглядом 13 лет его деятельности на посту генерал-губернатора, командующего Московским военным округом. Ведь вы представьте, это благоукрашенная Москва, это новое здание консерватории, Государственный исторический музей, музей имени Александра III, нынешний Пушкинский музей. Это более ста благотворительных учреждений, которые он возглавлял. Это хозяйственная Москва, которая заняла совершенно другое место и совершенно другой уровень среди российских городов. Первопрестольная столица, она по-настоящему стала столичным городом, потому что появились мосты. Все коммуникации Москвы были преобразованы по указанию великого князя Сергея Александровича. В настоящее время усилия фонда Иллисоветинско-Сергиевское просветительское общество направлены на то, чтобы до конца года воздвигнуть в Москве памятник великому князю Сергею Александровичу и его супруге, святой преподобной мученице Иллисовете Федоровне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова